Учебный, реактивный, тренировочный самолет. Пожалуй, это самая большая экспозиция дома занимательной науки. Всего их 70. Редкие авиамодели, бортовой самописец и даже специальный проводник. Он наглядно демонстрирует, что ток легко проходит через человека. Но два года назад случился феномен. Мы встретили девочку из больших кайбиц, которая вообще не проводит электрический ток. Пригласили наших электронщиков из лаборатории радиоэлектроники. Они пришли своим приборами, давая эту девочку обследовать и мерить. Реально не проводят. Таких историй за пять лет существования этот дом помнит немало. Но главное началось в 2015-м. Грянул кризис и людям стало не до научных развлечений. Торстанцы экономили, а дом терял посетителей. Задолженность по аренде в доме занимательной науки и техники составляет, вот я смотрю сегодня, 2 миллиона 352 тысячи 941 рубль. Эти три года стали настоящим испытанием. Из 25 сотрудников пришлось оставить только 11. Закупать новые экспонаты просто невозможно. И оказавшись на грани краха, его сотрудники решили рискнуть и пойти на эксперимент. Каждый житель Татарстана, каждый ребенок может прийти к нам и ознакомиться с экспозицией дома занимательной науки и техники бесплатно. А взамен что мы просим? Мы просим, чтобы родители пообещали оказать нам информационную поддержку. То есть просто рассказали своим друзьям, своим семьям, с которыми они дружат, о том, что мы существуем. Так, словно по теории шести рукопожатий, Дом науки и техники хочет вернуть посетителей. Задумываются здесь и о расширении. Самой удачной площадкой для дома занимательной науки и техники, по мнению ее сотрудников, должен стать Казанский НКЦ. Соответствующие инициативы, они уже обратились к руководству этого центра. И если все получится, то Дом науки и техники от этого только выиграет. Ведь именно здесь есть большой экспозиционный зал, собственный кинотеатр и запуски моделей самолетов можно будет осуществлять прямо над Казанкой. Пока в планах провести опрос родителей. Все, чтобы узнать, какие экспозиции они бы хотели увидеть на выставке. Расширить площадку и сделать свою коллекцию лучшей в Европе. Заветная мечта сотрудников дома. Сергей Хайдаров, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Субтитры создавал DimaTorzok